Строгие выговоры участковому и оперуполномоченному ОВД города Токмак. За отсутствие должного контроля и невладение оперативной обстановкой. Выговоры объявлены начальнику ОВД, начальнику службы общественной безопасности, заместителю по службе ОВД Токмака и начальнику ГОМа номер один. Таковы итоги разбирательства службы внутренних расследований МВД Чуйской области по факту перестрелки, произошедшей в конце января на КПП города Токмак. Дисциплинарные взыскания получили 10 сотрудников местного отделения внутренних дел. Приказом начальника ОВД Чуйской области за нарушение требований дисциплинарного устава органов внутренних дел, устава внутренней службы органов внутренних дел, а также кодекса профессиональной этики сотрудников органов дел, выразившийся в ненадлежащем и добросовестном исполнении своих прямых служебных функциональных обязанностях, невладение обстановкой на своем обслуженном территории, объявлен строгий выговор двум сотрудникам ОВД города Токмак, объявлен выговор руководству ОВД города Токмак. Кроме того, заключением служебного расследования двум сотрудникам ГУВД Чуйской области, также приказом начальника ГУВД Чуйской области получили наказание в дисциплинарном порядке. Кто именно из начальствующего состава был наказан и какого они ранга в ГУВД не сообщают. Напомним, в конце января в СМИ появилась информация о стрельбе ОКПП города Токмак. Однако факт перестрелки двух групп контрабандистов в Чуйском управлении внутренних дел признали только спустя трое суток. То, что перестрелка была, отрицали в погранслужбе. Журналисты, сообщившего об этом, даже вызывали на допрос, пытаясь обвинить в ложном сообщении о преступлении. Позже начальник областного ГУВД Самат Курманкулов заявил, что ему стыдно за то, что милиционеры узнают о происшествии средств массовой информации. А вообще, милиции не стыдно, что происшествие произошло, которое, по сути, на вашей территории, вы узнаете из СМИ, и то признаете через несколько дней только, что преступление произошло? Марат, да, это стыдно. Я как начальник ГУВД действительно ни один участковый, ни один оперативник, как ты, не рапортовал. Я это признаю, Марат. Регистрация факта перестрелки в едином реестре преступлений и проступков по статье «Хулиганство» и досудебное производство по факту перестрелки было начато только после публикации в СМИ, где журналистами были представлены фото и видеоматериалы. После этого, по словам главы общественного совета МВД Елкуна Даутова, служба внутренних расследований ГУВД Чуйской области сработала достаточно оперативно. Не могу сказать, что скрыли. Наверное, скорее всего, здесь не было зарегистрировано заявление. И, как знаете, по факту поступившего заявления, все регистрируется в едином реестре преступлений и проступков. Все в онлайн-режиме можно отследить. Я думаю, что это была недоработка. Все-таки необходимо было доложить и начать определенные досудебные разбирательства в этом процессе. К сожалению, это не было сделано. Сегодня какие-либо факты скрыть невозможно. Общественность все видит, мониторит. Журналисты предоставляют информацию и руководство Министерства внутренних дел реагирует на это. Если в этом случае милиционеры бездействовали, в других, особенно в последнее время, их обвиняют в непристойном поведении. После череды таких правонарушений с начала этого года складывается ощущение, что самих правоохранителей это не особенно беспокоит. В одном из таких случаев, к примеру, сотрудник Свердловского РОВД был задержан по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки. Однако спустя какое-то время и Сокотинский районный суд отпустил подозреваемого под домашний арест. На этом видео, снятом весной 2016 года, начальник отдела общественной безопасности Свердловского РОВД Пардабай Намазбаев ругает своих подчиненных за то, что они не дают спокойно работать с утенерши, которую, как выяснилось, крышевал сам этот милиционер. Герой скандального видео был уволен из органов внутренних дел. Сейчас, однако, он снова спокойно продолжает нести службу в том же самом РОВД. По данному факту, в 2016 году служба собственной безопасности МВД Крыговской Республики по городу Бишкек было проведено служебное расследование, по итогам которого данный сотрудник был отстранен от занимаемой должности с понижением. В настоящее время данный сотрудник работает инспектором дежурной части УВД Свердловского района города Бишкек. Как сообщает в МВД, в прошлом году уголовные дела были возбуждены в отношении 67 сотрудников милиции. 83 правоохранителя были привлечены к ответственности. 155 сотрудников были уволены из органов внутренних дел. Блуты Сайф, Нурбек Капаров, НТС.